Начинаем еврейская история и еврейская культура, и будем говорить об этой связи евреев и неевреев, да, связи евреев и церкви. То есть, именно в такой вот относительной связи еврейства с всем миром. Потому что, знаете, существует отдельная история христианства, отдельная история евреев существует, и они как-то обычно не стыковываются друг с другом. И второй момент, что я хочу сказать, что, видите, история очень интересная наука. Это не просто набор фактов. Ну, например, если мы возьмем физику, да, или математику. Ну, что, дважды два всегда четыре. Ну, правда, у евреев тоже бывает. А Браша сколько, говорит, будет два плюс два, а мы покупаем или продаем? Но, в принципе, на мировоззрение людей она не влияет. Но заметьте, что происходит с историей. Как только приходит какая-то группа людей к власти, да, они что первым делом начинают? Переписывать историю страны. И мы сейчас видим это, правда? То есть, история, она очень политизирована. Почему? Потому что история, это не просто то, что произошло с нами. Это связь между прошлым, настоящим и будущим. Если мы не знаем истории, то мы не будем знать, что нас ждет впереди. Правда? Потому что все повторяется. И можно дать такое определение истории, что история, это память человечества. Но память бывает разная. Вы понимаете, что у шумасшедшего у него своя память. То, что было не со мной, помню, да? Поэтому очень страшно, когда начинают политизировать историю и когда начинают подгонять историю под определенные идеологические рамки. К сожалению, с евреями так и было. Потому что евреи сыграли большую роль в истории и культуре человечества, да? Но их как бы стерли. Вот тут расстреляны, похоронены советские граждане. Но 99% этих советских граждан, которые были расстреляны, похоронены, кто? Евреи, да? Или так далее. Другие, наоборот, евреев обвиняют в чем угодно. В чем угодно. Вот однажды наш институт пришел письмо как от какой-то женщины. Я так сомневаюсь в его психическом здоровье. Ну, там интересные вещи. Вы, жиды, должны покаяться. Вы, жиды, то-то, 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 революции вы делали. Царя вы убили. Да, деньги вы забрали. И то, и все. И Первая мировая из-за вас, и Вторая мировая из-за вас. И все из-за вас. И вы должны в этом покаяться? Я говорю, да. Но она еще написала, что вы должны покаяться в падении Тунгусского метеорита. Вот это до меня не дошло. О, какая связь между евреями и Тунгусским метеоритом? Ну, наверное, какая-то есть, да? Если в Украине нет воды, значит, выпили евреи. Естественно. То есть мы видим, что с одной стороны еврейская история замолчивается, с другой стороны евреям приписывается то, что они не делали, и то, что они не имели. Или то, что они делали, но это объясняется совершенно другим образом. И история нужна нам. Почему? Потому что история позволяет прогнозировать будущее. Да? Мы говорили, история – это память человечества. Представьте себе, есть такие больные, да, которые помнят только сегодняшний день. И не помнят, что с ними было вчера. Может такой человек жить? Вот если я знаю, да, я в детстве когда-то ткнулся пальцем, да, в розетку электрическую, и меня стукнуло. Я знаю, что я второй раз уже в эту розетку пальцем не сонну, да? А если у меня нет памяти, то я буду в эту розетку пальцы совать, аж до тех пор, пока меня не убьет. Правда? Вот так и человечество. Оно обречено переживать те же самые события в жизни, и еще, и еще раз из-за всей ошибки приходится расплачиваться. То есть история – это память человечества, и нам необходимо знать историю, чтобы прогнозировать будущее. И еще мы говорим, когда в истории, история – это наш опыт. Вот есть такое НЭС на иврите. НЭС – это что? Чудо, знак, знамение, да? И человек опытный, на иврите МЭНУСЕ. МЭНУСЕ – опытный человек. И слово опытный, еще МЭНУСЕ, означает опытный и испытанный. Правда? Ни одного народа в человечестве не испытывал Бог столько раз, сколько он испытывал евреев, да? То есть опытный означает испытанный. И почему выгодно быть опытным и испытанным человеком? Выгодно это быть. Правда? Вот. Делай другому то, что ты хочешь, чтобы сделали тебе. Это выгодно тебе и полезно для государства. Кто так сказал? Конфуций. Конфуций, да? Но это вообще еврейская мысль. Поэтому некоторые говорят, что Конфуций тоже был еврей. Видите? Опять-таки, мы должны знать. Мы должны иметь опыт, да? Мы должны быть испытаны. А испытанный человек, он верен Богу. Он стойкий человек. Тот, кто не испытанный, тот не стойкий человек. Правда? Потом, все исторические события, они служат примером для нашей жизни. Вот мы читаем часто события, которые происходили с Авраамом, с Исааком, Иаковом. И это кажется вроде бы, ну, что-то такое. Но можем мы для своей личной жизни извлечь какой-то опыт? Правда? Для своей личной жизни. То есть, они служат для нас реальным примером. Поэтому для чего мы должны изучать историю? Мы должны изучать историю, чтобы использовать ее. Правда? Вот на еврейите «я знаю» и «я умею» – это одно и то же слово. А не «я де». Я знаю, я умею. Греки учились, чтобы понимать. Евреи учились, чтобы почитать и использовать знания. И история, еще что очень важно для нас, верующих людей, она показывает, что взаимоотношения между человеком и Богом. Следующий момент, для чего нам нужно узнать историю – это взаимоотношения между человеком и Богом. Правда? Вся книга Библии – это книга об отношениях между человеком и Богом. И история этих отношений позволяет нам найти закономерности этого процесса. И еще мы говорим об исторических законах. Знание закона позволяет избегать ошибки в нашей жизни и в наших отношениях с Богом. Скажите, исторические законы объективны? Они объективны. Так же, как и экономические законы, политические законы. Они объективны. И всякая попытка обойти эти законы приводила всегда к краху. Поэтому настолько же, насколько объективен закон, что если я сейчас выпрыгну с этого этажа, я, скорее всего, что-нибудь себе сломаю. А то и погибну. Я вряд ли полечу наверх. Мало вероятно. Есть такая теоретическая вероятность, но очень мала. Значит, закон – есть закон. Его не обойдешь. Я не могу отменить какой-то исторический закон и придумать новый. Ну, вы знаете, коммунисты, социалисты, гуманисты и многие другие исты занимались придумыванием новых законов, которых Бог не создавал. В какой-то мере они действовали, но когда наступали испытания, что с ними происходило? Как с тем домом, который был построен на песке. На песке. Знаете, был целый город построен на песке. Я сейчас очень люблю смотреть фильмы BBC. Был Порт-Рояль. Я знал, что этот город в результате землетрясения погиб. Но там не просто землетрясение, а оползень был. Он был построен на песке, началось землетрясение. В результате этого песок наполнился водой. И все дома, весь город погрузился. Люди с домами на два метра под песок, как зыбучий песок. И все они погибли. Почему? Они нарушили закон, да? Закон строительства не строят на песке. Но им было выгодно построить на песке. Правда? Они построили. И целый город погиб. Не только один дом, о котором говорил Ишоа. Поэтому, когда мы строим, мы должны знать, на чем мы строим. Еще мы должны знать, кто мы, да? Откуда мы вышли и куда мы идем. Потому что иначе мы очень зайдем в нехорошие места. Правда? Вот. И пример. Израиль удивительный пример такого народа, который часто не слушался Бога. Но Бог, да? Хранил Израиль. И Бог всегда был в завете с Израилем. Поэтому, если говорить об истории разных народов, то, вы знаете, в Библии истории разных народов очень мало изложено. Вот история всей жизни человечества до появления Авраама, это всего сколько глав? 11 глав Берешит, да? А остальное все история еврейского народа и отношения еврейского народа, да? Со всеми остальными народами его окружающихся. Вы знаете, если приезжает человек в Израиль, он не может там жить без истории. Он буквально окунается в историю. Каждая стена, каждый камень связан с Библией. И с Ишовом, и с Авраамом, и с другими нашими патриархами. То есть, я буду истории стремиться вам преподавать не как набор фактов. Вы знаете, у меня тоже не всегда бывает хорошая память, что вот это произошло в тысяча таком-то, таком-то году. Тем более, мы будем, когда говорить о еврейской хронологии, еврейская хронология, она плавает очень сильно. Где-то плюс-минус на 200 лет в другую сторону. Но будем говорить о взаимосвязи, да? О связи. Одно рождает другое. Помните, когда мы разбирали историю Пурима? Мы говорили, что это пазл. Это Божий пазл, да? И некоторые события, вообще там 12 лет изложены в этой маленькой книге событий, но некоторые события произошли еще задолго, да? За сотни лет. Это, помните, история с Агагом, прародителем Амана, да? История с Шимом, прародителем Мардыхая. То есть, все это закладывалось, и все это переходило из одного в другое незаметно. Но вы из этого пазла хотя бы один кусочек, мы цельной картины не получим, да? То есть, мы будем изучать историю как взаимоотношение различных событий. И в хронологии, но больше именно как во взаимоотношении. То есть, вот если посмотрите Евангелие, там мало сказано о хронологии, да? Можно о хронологии спорить. Но Евангелие показывает взаимоотношение событий, да? Как одни события влияли на другие события. Теперь запишите такой по заголовок концепции истории. Концепции истории. Как мы рассматривать можем историю? Ну, вот тут графически я хотел вам нарисовать. Ну, представим себе так. Первое называется линейный прогресс. Вот проведите линию по диагонали. Вот так. Да? Снизу вверх. Но это обычный взгляд на историю. Вот была какая-то обезьяна. Эта обезьяна эволюционировала. Взяла в руки дубину. Вот. Потом был неандерталец. Потом был кроманьонец. Потом современный человек. Но вы знаете, история это опровергает. Оказывается, нашли и обнаружили, что неандертальцы пользовали зубочистками. Я думаю, что не все студенты. МЗБ я сегодня утром чистил зубы. Ну, не та, я шашлык ковырял в зубах. Приходилось, да? То есть, видите, нельзя говорить о том, что какие-то люди были недоразвитые, а мы самые умные, самые хорошие. Или что сначала были первобытные общины, строй, потом там феодализм, потом капитализм, потом коммунизм. И коммунизм, он, конечно, лучше всего. А что там за коммунизмом, никто не знает, да? В действительности все совершенно не так. Или даже в истории церкви так говорят. Ну, вот сначала были, там написали Библию. Затем, значит, отцы церкви внесли в эту Библию что-то новое в комментарии Библии. И мы должны радоваться этому. Если мы посмотрим отношения истории евреев, отцы церкви, они были очень нехорошими ребятами, да? Вот, и они были антисемитами. И что-то они развивали, но что-то теряло, действительно, историю церкви. Затем, значит, вот Мартин Лютер. Мартин Лютер еще лучше был, чем отцы церкви. После Мартина Лютера комментаторы 18-19 века. Ну, и современная церковь, она еще лучше, да? То есть, такой линейный взгляд. А вы знаете, что у евреев этот график смотрит сверху вниз? Почему? Потому что по еврейской традиции самые лучшие, самые хорошие люди были, это те, что раньше. И каждое последующее поколение, оно хуже предыдущего. Если мы смотрим, говорим, плод тот ученик, который не превзойдет своего учителя. То есть, мы считаем, что ученик должен превзойти учителя и стать лучше, да? Более умным и так далее. То, что говорит Библия? Довольно, да, если ученик будет... Это идеал. Если ученик будет такой, как его учитель. Потому что Авраам стоял высоко. Потом был Моисей. Потом были люди после Моисея. И так далее. А последнее поколение, там тоже вы можете прочесть. И у пророка Михи, и можете прочесть послание к Тимофею. Какие люди будут? Хорошие? Хуже? Хуже. Вы знаете, если взять, к примеру, такого среднего неверующего в морали Соединенных Штатов 50-х годов, так он... Наркотизм был запрещен, да? Проституция, наркотики. Сейчас это просветает. И даже если пастор не хочет венчать гомосексуалистов, говорят, что это плохой пастор. И могут его снять. Да? Так что, лучше становится человечество или нет? Хуже. Видите, когда Богом стала наука, думали так, что производительные силы и производственные отношения. Накормим всех, будет изобилие товаров, и настанет коммунизм. Ну и что, настал коммунизм? Чем больше товара, тем больше людям еще хочется. Правда? И превратили землю в мусорную свалку. Потому что сейчас вся наука, уже прекратилась нормальная наука, вот полеты к звездам, Марсу, в 20-м веке говорили, о, в 21-м веке будем летать. Летаем мы, да? Летаем. С улицы Прохоровской до улицы Вильямсов на маршрутке. И полетели. Я полтора часа летаю. Из них 40 минут до вокзала добираю. С пешком закажу за 20. Да? Вот она цивилизация, вот она прогресс. Вы понимаете, наука не решает все. Развитие общественных отношений не решает проблему. Почему? Потому что человечество деградирует. Правда? Деградирует. Может быть, в каком-то смысле, в научных исследованиях, оно и выше стало. Но в моральном оно деградирует. Вот был такой пример. Все мы знаем Гилеля. Великий комментатор Торы и великий авторитет еврейский. Да? Но когда Гилель был, ну, примерно такого возраста, как вы, ему дали прокомментировать один отрывок Тора. Гилель был умный мужик. Он сидел, готовился, он придумал 7 правил толкования Торы, потом их стало 13 правил толкования Торы. Вот. Он придумал 7 правил толкования Торы. Он втолговывал мудрецам где-то 2 или 3 часа на семинаре. И они с ним не соглашались. В конце концов, Гилель не выдержал. Знаете, говорит, ну, вообще-то, Рабий Шимон вот так говорил. А Рабий Шимон где-то жил за 200 лет до Гилеля. А что ж ты нам сразу не сказал, что Рабий Шимон так говорил? Раз Рабий Шимон так говорил, значит, так оно и есть. Вот поэтому, видите, еврейская мысль, когда комментарий, обычно так, Рабий Элизер сказал Раби такому-то, что Рабий Шимон говорил по этому вопросу так-то и так-то. Вот Ешуа поступал немножко по-другому. Он говорил от себя, да? И поэтому говорил, что как-то странно, он не опирается на авторитеты, он говорит от себя, а не опираясь на авторитеты. Но Ешуа Мессия был Богом. Поэтому, слава Богу, он не должен был опираться на авторитеты в этом отношении. Есть еще такое движение, движение по кругу. Движение по кругу. Что было, то будет. И все опять повторится сначала, да? Ну, если посмотрим, экклезиаста, да? И, да, да. Первая концепция, это мы говорили, линейная. Или снизу вверх, или сверху вниз. Вторая концепция, это движение по кругу. Движение по кругу, то есть то, что было, то все повторяется. И вот на чем-то похоже. Вы знаете, вот сейчас наша история, она опять как будто бы вернулась во времена князя Владимира, да? Феодально раздробленности Руси. Каждый князь сам что хотел, то и делал. Вы знаете, что и князь Владимир, и другие князья, они рэкетом занимались, по-простому, по-народному. Наезды совершали. Даже отец тот самый князь Игорь, да? Помните? Князь Игорь, он что делал? Вот показалось ему, что он мало собрал дани. Он взял, поехал, еще вернулся. И что, с ним разобрались. Вот, были такие у Рюрика два воеводы, Аскольд и Дир. Это тоже была мафия. Вот они решили открыть свое дело. Поехали в Киев. Вот, Рюрик посмотрел, что-то они мало дани с Киева привозят. Поехал на разборку. В результате есть парк культуры и отдыха Аскольдова могила в Киеве. Правда, в похожие времена? Очень похожие времена. То есть, все что-то, события, допустим, Гитлера. Вот недаром, да, Ахашвирош был переодет Гитлера в нашем Пуриме. Правда? История Амана, история Гитлера, да. Все повторяется. Помните Чингисхан? Мы говорили, удивительно, что эти люди, три человека, но я уверен, что в трех людях был один и тот же дух. В этих трех людях был один и тот же дух. Чингисхан, это его титул, так сказать, означает царь-завоеватель. Но его Тиму-Чи, чистое железо или сталь. Сталин его была фамилия. Через него, через, да, через 300 лет, Тимур-Лен. Железный хромец. Тоже Тимур, да? И товарищ Сталин. Очень похожи. Правда? Смотрите, история людей. Если вы смотрели фильм о Чингисхане, вы помните, что первый его сын, Джоши, Джоши, Джоша, он, Чингисхан даже не знал, его ли это сын или не его сын, да? Потому что его жену похитили там из другого племени. И он не знал. Поэтому, когда возник вопрос о престоле наследии, однажды нашли этого старшего сына Чингисхана с переломанным позвоночником. Не знают. Но никто за это не был наказан. То есть, это было с попустительства кого? Самого Чингисхана. Потому что, не знали, законный он или незаконный, и решили на всякий случай его убрать. Иван Грозный, как известно, есть даже картина, Иван Грозный, убивающий своего сына. Петр Первый, еще один диктатор. Правда? Похожая судьба. Что Петр Первый сделал с Алексеем? Разрешил его придушить, да? Когда я служил в охране, у меня был начальник, бывший офицер КГБ, его любимая пословица была «Человека всегда можно придушить тихо». И Сталин, что с его сыном случилось? Помните? Да, он отказывался обменять заложника, да, и потом расскажу, на кого он должен был обменять. Он отказался обменять заложника, и что? И сын его погиб. История повторяется. История повторяется с удивительными подробностями. Неспростая так. Правда? Были такие лжемессии. Лжемессии в истории Израиля. Слышали? Саботай Цви. Саботай Цви. И он считал, что он одержимый духом. Дух без дебук. Вот он одержимым особым духом был. Как у нас сейчас говорят, харизматическая личность. За ним очень многие пошли. Он челон тем, что принял ислам, и его последствия тоже приняли ислам, и они сохранялись где-то до середины 20 века. Сейчас точно не знают где-то и что с ними. Но через 100 лет, ровно через 100 лет, приходит Яков Франк. И Яков Франк тоже утверждает, что он Мессия. Так? Мессия, то есть Христос. Мы сейчас говорим, что о духе Антихриста, да? И что Яков Франк заявляет, что в нем же дебук Саботая Цви. Это правда? Я думаю, да. Я думаю, да. А потом еще появляется Мессия. Правда, он себя Мессией не называл, но до сих пор ее ждут в воскресенье. Да, человек из Николаева. Я считаю, что он это интересная личность, но в нем есть много хорошего и плохого, я еще раз говорю, как вот и в Талмуде, и во многих еврейских вещах, но он не заявлял, что он Мессия. Ну, как Авраам, который сам Золотого Тельца руками не делал, как там сказано, кинули золото, и вышел телец, вот так взял и вышел. И вышел, и я обрала, нет, нет, чего-то вы золото положили в охоте, и вышел телец. Вот так же и со Шнерсоном получилось, правда? То есть, видите, история повторяется. Дух Антихриста. Дух Антихриста возрождается в каждом поколении. То есть, мы видим повторение истории. Но все-таки история не повторяется полностью. Если линейную концепцию и круговую соединить, что у нас получится? Движение по спирали. Поэтому некоторые говорят, что история движется по спирали. Но я считаю такой концепцией, что падение и восстановление. Теория, да, это третья концепция. Падение и восстановление. То есть, график вот такой. Бог создал мир каким? Совершенным. Но человечество начало падать. Падать в глубочайшую бездну. И если бы еще в Мессии не было спасения его, неизвестно, что бы произошло. Затем, что идет? Восстановление. Восстановление. Шалам. На июрите. Шалам. Это не только возвращение в исходное состояние, но полнота, совершенство. То есть, мир не только будет возвращен в прежнее состояние, он станет еще более совершенным, чем был до падения. По-гречески это слово называется апо-кафестемея. то есть, вернуть первоначальное состояние. И вы знаете, как вот, когда что-то кто-то украл и шалам происходит, восстановление восстанавливается точно или еще с избытком? С избытком, да, еще 20% избытка. То есть, дьявол украл у нас очень много. И мир будет что? Восстановлен. Мир будет восстановлен и восстановлен с избытком. Хорошо, теперь хронология истории. Еврейская традиция считает, что история человечества продолжается 7000 лет. Да? 7000 лет. Сейчас 5000, какой год? Да. Да? Значит, 5000, какой? Да. 78-й, да. То есть, значит, 5768-й год, да. Значит, до 6000-го года где-то 100 с чем-то 200 лет, да, 200 лет. Хорошо. А как же делится этот период? Причем, я говорю, что это деление ортодоксальное еврейское. На 2000 лет беззаконие, запишите, да? Значит, 7000-летий, 2000 лет беззаконие, 2000 лет закона, 2000 лет закона и 2000 лет мессианской эпохи и 2000 лет эры Машеха, хотя Машех не явлен очевидно. Так говорят евреи. И таки да, правда? Сколько времени прошло со времени Ишева Мессии? 2000 лет. Это удивительно, что об этом говорят те евреи, которые не признают Иисуса, да? У них есть свое толкование это, но, видите, это как интересно. Я думаю, что это правильно. Вот еще интересно. Если взять от начала человечества, от начала человечества, вот так проведите линию, 1948 год от сотворения мира, рождение некой личности. И эта личность Авраам. Вторая часть отрезка, запишите, 3600 лет. И конец отрезка. Так, передайте. 1948 лет происходит, видите, 2000 лет беззакония. А когда был призван Авраам, сколько ему лет было? 60, да? плюс 60? Да, почти 2000 лет, да? То есть по еврейской традиции. 1948 лет до рождения Авраама, от сотворения мира. И второй отрывок, 3600 лет от рождения Авраама до восстановления государства Израиля. Удивительно, да? Бог, когда творил мир, он знал, когда родится Авраам и когда будет восстановлено царство Израиль. То есть Бог не просто творил мир. Он творил мир по определенному плану. И этот план Бога, да? и этот план говорят Тора, потому что Бог смотрел в Тору, да? Когда творил этот мир. Теперь смотрите, да, если мы возьмем второй график, тоже делим, да? Значит, 3600 лет это до нашей эры получается, да? Потом родился кто-то, от кого мы ведем летоисчисления. И до образования государства Израиль 1948 лет. Итак, угадайте, кто тот самый, который настолько важен в еврейской истории, как Авраам, да? Маших. И тоже, видите, 48 лет, 2000 лет, да? Эпохи Машиха. И когда закончится 6000 лет, наступит 7-ое тысячелетие. Подобно тому, как шаббат это 7-ой день рождения. Это 7-ой день недели. Некоторые считают неделю с понедельника, но все равно, сколько ни считай, у Бога 7-ой день недели это суббота. И так же, как суббота, это особый удивительный день, да? Вот так и будет тысячелетнее царство, потому что у Бога один день, как тысячу лет. Хорошо, а теперь передайте мне обратно конспект, я не читаю вам перерыв еще. Нет? Скажите, когда перерыв будет? Прошу. Да, 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 мне нужно, чтобы я план дальше смотрел. Итак, значит, мы говорили 6000 лет, да? Делим 2000 лет, это беззаконие, 2000 лет закона, 2000 лет Машеха. От сотворения мира до рождения Авраама 1948 лет, от рождения Авраама до образования государства Израиля 3600 лет, или от сотворения мира до рождения Ишуа 3600 лет, и от рождения Ишуа до сотворения государства Израиля, сотворение, но это Божие. Правда? Итак, что? Проходит 1948 лет до государства Израиля. Хорошо. Теперь еще мы будем следующим. Кто является творцом и движущей силой истории? Многие говорят, что происходит событие случайное. Вот случайности. Если бы Наполеон не промочил ноги, он бы победил в 1812 году, говорят. Или не было гвоздя, подкова пропала, подкова пропала, лошадь захромала, лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит, враг вступает в город, пленных не щадя, потому что в кузне не было гвоздя. Мелочь, да, гвоздя не было, и все. Армия разбита. Из-за какой-то мелочи. Случайности. Случайности. Удивительные вещи. Сейчас я тоже такие вещи люблю, альтернативная история. Что было бы, если бы? Что было бы, если бы? Вот некоторые хотели бы, наверное, взять машину времени, поехать и убить Гитлера. Хотели бы? Да. Но, мы еще не знаем, может быть, еще хуже было. Если бы Сталин был бы, Троцкий, тоже еще неизвестно, чем бы история закончилась. Правда? Ну, удивительная вещь. Оказывается, у Гитлера было очень много шансов умереть. Знал Бог, что Гитлер станет таким, как Гитлер. Когда Гитлеру было 12 лет, он или катался на коньках, тогда и провалился под лед. И начал тонуть. Шел мимо один еврей и вытащил его. Потом Гитлер стал, естественно, фюрером, а еврей умер в концентрационном лагере. Получил благодарность. Во время баварского путча, знаменитого, когда вот началась политическая, так сказать, карьера Гитлера, Гитлер шел на демонстрации. И в демонстрации расстреливали. Один был справа, был ранен. Слева был убит. Гитлер без единой царапины. Он был арестован, посидел несколько лет в тюрьме, написал свою знаменитую книгу «Майнкафт» и вышел из тюрьмы героем. Кто охранил Гитлера? Бог, оказывается. Бог, правда? Бог иногда берет плохих людей, чтобы наказать хороших, которые поступают плохо. Удивительная вещь, да? Потому что, когда мы говорим о Боге, и до сих пор людям непонятно. Вот это знаменитое. Бог добрый. Добрый Бог? Да. Бог добрый. В мире существует зло. Бог всемогущий. С точки зрения логики, что-то должно быть неправильно. Да? Либо Бог недобрый. Раз Он всемогущий, и существует зло, но Бог недобрый. Вот так, например, рассматривает Бога ислам. Да? Бог недобрый. Значит, Бог милостивый, милосердный. Но Он не любящий отец. В исламе нет такого понятия, как любящий, прощающий отец. Бог может смилостивиться и простить человека. Вот что хочу, то и делаю. Да? И человек может совершать все добрые дела, но он не знает, спасет он или не спасет. Либо другая теория. Оказывается, Бог тогда не всемогущий. Бог добрый. Да? В мире существует зло. Значит, Бог не всемогущий. Кто так из философов Рилю Газда говорил? Фома Аквинский, например. Да? Или есть какая-то сила такая же сильная, как и Бог. Что дьяволом, он настолько же силен, насколько силен Бог. Да? Это так называемая концепция дуализма. Но в действительности Бог творец истории. Вот недавно убили двух ребят молодых, да? Они погибли. Я был в ситуации страшной. И я жив 4 года. Непонятно почему. Правда? Почему не наоборот? Я уже старый. Но вот я с вами. Вот моя жизнь, она жизнь взаимы. Бог кого хочет, милует, кого хочет, наказывает. И он не спрашивает. Доброта Бога и доброта человека это совершенно разные концепции. Бог добрый, Бог всемогущий, и в мире существует зло. Почему существует зло? Зло от Бога? Зло от человека. Потому что оказывается вторым важным фактором в истории, значит, первое отметить, что это что? Воля Бога, да? Ничего не происходит без воли Бога. Даже самые страшные события не происходят под контролем Бога. И второй фактор, который формирует, это что? Свобода личности. Свобода воли. Мы рождены и сотворены со свободной волей. Были некоторые верующие, которые считали, что это не так. Вот. Ну, помните, значит, люди ранее, и кто были? В Швейцарии такой был. Кальвин, да? Помните, что Кальвин делал? Страшные вещи Кальвин делал, да? Он даже на костер людей сажал. Страшные вещи делал Кальвин. И Кальвин создал, что есть люди предопределенные к спасению, есть непредопределенные к спасению. И по этой концепции, кстати, долгое время католическая церковь продолжала евангелизацию и посылала миссионеров. А протестантская только воевала с католической 300 лет. Пока надо было дойти до того, что нужно посылать миссионеров. Знаете, часто вот тоже, если смотрите старые английские фильмы, да? Пуритания, они тоже кальвинисты частично. И говорят, вот этот человек не предопределен для спасения. Это падшая женщина. Слышали такие вот выражения, да? Правда это? Нет. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Хочет? А почему же, если Бог хочет, и Он все может, почему же не все люди спасаются? Да. Свобода выбора. Видите? Поэтому евреи говорят, очень интересно, что все предопределено, да? Но что есть? Есть выбор. Да. Итак, отметьте, это важно, запишите, что мы сотворены со свободной волей. Мы имеем абсолютный суверенитет, грешить или не грешит, а Бог имеет абсолютный суверенитет, наказать нас или помиловать. Правда? Мы не можем спросить у Бога, почему этот вот плохой человек, да, и Он процветает. А почему я такой хороший и я бедный и больной, да? 72-й псалом. Правда? Помните? Вот. То есть, смотрите, Бог создал человека со свободной волей, да? Мы имеем абсолютную волю решить или не грешить. Бог имеет свободную волю что? Наказать нас или помиловать. Но в то же время есть предопределение. В то же время есть предопределение. Помните? Все предопределено и есть выбор. Что же такое Божье предопределение? Это не судьба. Вот у греков было понятие судьбы. От судьбы не уйдешь, да? Вот. Там этот женился на своей матери, убил своего отца Эдип. Царь, да, говорят, Эдипов комплекс и так далее. Вот от судьбы он не ушел. Хотя не знал. В действительности все не так. Значит, что же такое предопределение? Предопределение это не судьба. Предопределение это Божий план для каждого из нас. Итак, пишите. Предопределение это Божий план для каждого из нас и для каждой нации есть тоже план, да, в истории. И мы имеем свободную волю выполнить этот план или поступить по-своему. У Гитлера тоже был план. Вот, кстати, я недавно прочел интересную книжку по литературной истории. Называется «Из Америки с любовью». Но там история, как тяжеется Бонда с точностью наоборот. Россия очень сильная, могучая, там не было революции, а Америка захолустная страна. А Гитлер там, оказывается, был в Германии в социалистическом правительстве министром культуры, прожил долгую плодотворную жизнь и был основателем социалистического реализма. Интересная точка зрения. Ну, я еще раз увеку. Это фантастика. Но как вы думаете, Гитлер был талантливый художник, Гитлер был талантливой харизматической личностью. Был у Бога план по отношению к Гитлеру, да, но Гитлер сам сделал свой выбор. Также был у Бога план и по отношению к Чедесхану, и по отношению к Магомету, и по отношению к каждому из нас. И мы делаем свой выбор, правда? И это у нас личное наше решение. Так, хорошо. Хорошо.